В музее состоялось открытие выставки «Северные мотивы». Это картины учащихся художественного отделения детской школы искусств города Печоры. О том, чем они так интересны жителям нашего северного города, узнала наш корреспондент. Алена Бекетова, Александра Каракчиева, Кристина Еревичутя, Екатерина Розова, Надежда Радченко. 22 картины. Естественно, тематика работ связана с суровой и неласковой, но такой неповторимой красотой северного края. За творчеством этих девочек мы уже следим не первый год, наблюдаем, потому что они участвуют во многих наших выставках. Бесспорно, эти девочки очень талантливы, но они постоянно совершенствуют свое мастерство. И работы все эти очень такие светлые, теплые, можно сказать уже для такого возраста на достаточно высоком уровне, профессиональные и нравятся все работы. То есть нет ни одной работы, которая бы не привлекла внимание. То есть они по-своему все интересны. Эта выставка приурочена к двум датам. Первая – Школе искусств 55 и вторая связана с 90-летием государственности Республики Коми. К этой выставке готовились в течение целого года. Все работы очень разные, потому что и девочки не похожи друг на друга. Кому-то нравится рисовать портреты, кому-то натюрмурты, кого-то воодушевляет снег, солнце, деревья, птицы. Рисовать мне, конечно, очень нравится, так как это прекрасная возможность вырезать то, что тебе хочется. Мне нравятся разные темы, но в основном пейзажи, так как мне очень нравится природа, наблюдать за изменениями в природе. Сначала выставка демонстрировалась в Сыктывкаде, в Финно-Угорском культурном центре. И в книге, она сейчас находится в Печорском музее, посетители выставки могут прочитать все теплые отзывы от жителей нашей столицы. Надо сказать, что в этой выставке продемонстрировали свое уже, можно сказать, профессиональное мастерство наши выпускники, учащиеся четвертого класса школы искусств. Хочется отметить, конечно, работы Бикетовой Алены и по количеству, и по профессионализму выполнения этих работ. Работы Радченко Надежды, выпускницы художественного отделения. Ну и остальных ребят, потому что все они выполнялись с большой душой, дети вкладывали не только свой талант, но и свое какое-то особое видение, ну и проявили свои уже навыки в изобразительном творчестве. Безусловно, талант девочек неоспорим, но помогла довести художественное искусство до профессионализма их гениальный педагог Анна Цыганова. Многие из девочек решили, изобразительное искусство будет их работой, которое помимо удовольствия станет кормить. Свою дальнейшую работу мне бы хотелось связать с изобразительным искусством, поэтому я планирую поступать, тоже дальше заниматься этим. Ну главное, чтобы потом я смогла работать и зарабатывать себе деньги вот именно в этой области. Анна Цыганова дает все необходимые знания, подбирает систему упражнений, направляет и поддерживает желание творить. И кроме того, занимается хорошим и грамотным пиаром для своих подопечных, а это тоже немаловажно. Алена Бекетова вспоминает, как все начиналось. Таланта такого, я бы сказала, не было. Просто нравилось рисовать в детстве. И не скажу, что я прям хорошо так рисовала. Просто захотелось прийти, попробовать художественную школу. Получилось бы у меня что-нибудь или нет. Мне нравится больше всего рисовать пастелью, потому что больше приятно не то, чтобы рисовать кистью или карандашом, а хочется прикасаться к тому материалу, которым ты рисуешь. Мне кажется, возможно, каждому научиться. Главное только время и труд, упорство и желание. Конечно, хочется выразить огромную благодарность Иане Цыгановой и девочкам за их творчество. Это отличный подарок жителям города, района и гостям. На выставку могут прийти все желающие. Она продлится до конца мая.